Оскольчане и губкинцы массово жалуются на турагентство «Караван Тур». Отдых людям приходится оплачивать дважды. Один раз приобретая путевку, второй, когда прибывают на место. Там выясняется, что ни дорога, ни проживание туристов не оплачены. На требования вернуть деньги обманутых клиентов в турфирме месяцами и годами кормят завтраками. Подробности у Ларисы Ульяненко. Оскольчанка Элина Белакова хотела провести медовый месяц на юге. Однако отдых получился с привкусом горечи. Проблемы начались сразу же при посадке в автобус, проезд на котором молодожены оплатили. 8 августа купили путевки у Пономарева Олеси Владимировны. Должны были отправляться 15 числа, 16-го, то бишь уже в Витязево. Сначала возле автобуса сопровождающая говорит, ну, ребята, кто оплачивал путевки у Пономаревой, «Караван Тур», как бы, собираем за проезд. Ну, дело изначально как-то нам это не понравилось. Ну, что поделать, оплатили. Нас заверяли то, что Олесе все вернет. Такие случаи уже были, ничего страшного, Олесе деньги переведет. Однако за ночь, по словам девушки, от владелицы турфирмы не поступило ни копейки. И по приезду Витязева сюрпризы не закончились. Звонит Олеся, ой, ребят, вы приехали? Приехали. Ну, конечно, приехали, подождите. Я вам вызову такси, говорит, нам очень неудобно. Мне, говорит, лично очень неудобно, что так все получилось с дорогой. Давайте я компенсирую, переселю вас в отель получше. Говорю, доплачивать ничего не надо? Нет ничего. С вас паспорта, вас уже ждут. Ну, поговорила с мужем. Муж говорит, ну, замечательно, давай. Ну, и что, приезжаем, вызывает эта дама нам такси. Нас там никто, собственно говоря, не ждал. Нет, они были предупреждены. Олеся звонила, но никаких денег она им не переводила. То есть бронь была, денег не было. В итоге Белаковы оплатили восьмидневный отдых дважды. Один раз около 80 тысяч рублей в турфирме, второй уже по приезду. В общей сложности поездка обошлась в 160 тысяч. Единственное, что перевела, это 7200 за дорогу. А остальные деньги за путевку уже, то есть отель, проживание, до сих пор ждем. По приезду трепали Олесью. Олесь, где деньги? Олесь, возвращай. Возвращай, Олесь, кормят завтраками. Элина не единственная пострадавшая. Люди объединяются, чтобы вместе добиваться возврата денег. На нее очень много заявлений в полиции, насколько я знаю. Мы тоже пошли, написали. Кто-то выигрывал в суды, кто-то нет. Кому-то возвращает. Кому-то до сих пор уже на протяжении двух-трех лет должна. И суммы есть побольше, чем наша. Там по 200 тысяч и выше. Жительница Губкина Светлана Кочка путевку в Каравантурино 2020 приобрела еще в 2019 году. Из-за ковида путешествие отменилось. Но до сих пор, несмотря на выигранный суд, обратно денег не получила. Мы отдали наличные. У нас принимала деньги менеджер Пономарева Олеса. То есть, ну, она нам дала чек, который был написан от руки, и туристическая путевка. И все. А договор? Нет, не было. Договора не было. Создаем свою группу уже. То есть, из обманутых туристов. Решаем написать коллективное заявление в полицию. Пишем. Это было вот осенью 22-го года. Через неделю нам пришли все под копирку одинаковые бумажки, что нам в возбуждении уголовного дела отказывают. В полиции не увидели состава преступления, поскольку Пономарева уверила, что вернет деньги. И даже уже возвращает. Светлана Кочка не сдалась и выиграла суд. Ей даже присудили около 100 тысяч компенсаций морального вреда. Однако деньги – 170 тысяч. Турфирма так и не вернула. Приставы разводят руками. Арестовывать нечего. Подождите. Решение суда есть. Да. Вы исполнительная власть, да? Значит, вы должны делать то, что суд как бы… Да. Ну. А мы ничего не можем сделать. Как? Ну, потому что у каравантура ничего нет. Что нам делать? Ну, не знаем. Мы можем пойти забрать у них компьютер, который вот у них стоит за тысячу рублей, разделить на вас на всех. В ОМВД на запрос журналистов сообщили, что заведено уголовное дело по подозрению в мошенничестве. В нем 19 эпизодов. Однако караван-тур продолжает работать. Когда я была последний раз в полиции, было написано 19 заявлений. Все это время к нам в группу добавляются люди, которые… Она, которых продолжает обманывать. Она, которых продолжает обманывать. Вот самое интересное. Так как вот она обманывает людей. Я не знаю, вот действительно. Такой человек, которому ты хочешь верить. То есть, она вот хороший психолог. Не попадайтесь так, как мы попались. Это очень такое недобросовестное агентство в лице Пономаревой Олеси. Не верьте никому, особенно ей, потому что у нее и заниженные цены, и как бы и хорошо она прям рассказывает. Обходительность Олеси Владимировны на этапе покупки путевки отмечают многие. Но нам шанс попасть под ее очарование не представился. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а Олесю Владимировну можно услышать? Это я. Здравствуйте. Девятый канал вас беспокоит. Лариса Ульяненко. Мы хотели с вами поговорить о людях, которые давно заплатили вам за путевки и до сих пор не получили денег, несмотря на несостоявшийся отдых. Вопрос решается. О чем поговорить? Решается. В каком смысле? Люди с 2019 года не могут получить деньги. Как долго вопрос будет решаться? Давайте мы сами это позже обсудим, хорошо? А когда позже? Когда вам набрать? Сейчас неудобно разговаривать. А когда вам позвонить? Скажите, пожалуйста, когда вам будет удобно? Когда вам позвонить? А во сколько? Двенадцать. Хорошо, спасибо. Но на следующий день телефон молчал. Двенадцать часов. Время звонить Олесе Владимировне. Похоже, нас никто не ждет. Вызываемый абонент не отвечает. Помимо звонка мы написали Олесе Владимировне сообщение, объяснив, что уходя от ответа, она лишает себе возможности изложить свою позицию. В ответ – тишина. Лариса Ульяненко, Павел Казакевич, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал.